Приветствую вас Вы знаете Прочитал вашу историю И хотел бы сказать вам Сразу Честно И откровенно Как взрослый человек В взрослому человеку Что Подбирать правильные слова Чтобы Сказать эти слова Другому человеку Не зная его А зная его Только вот Ваших слов например Это Совершенно Не профессионально Вот если я сейчас начну Рассказывать вам Например Что вы должны говорить Как вам лучше сказать Какое вам время подобрать и так далее Это будет ну Правда Вы с таким успехом Вы можете Обратиться К любому К любому своему другу К любой своей подруге Она вам поможет наверное даже больше чем мы Потому что все таки Ваша подруга Она и лучше вас знает Знает она и Подругу вашу возможно Знает и У нее будет куда больше Возможности Для того чтобы вам помочь Вот Как психолог Как психолог Что я увидел в вашем Сообщении Что я увидел в нем Значит в нем я увидел то что вы Полностью забываете о себе Вообще Вы говорите что вы очень мягкий человек Вы знаете Я вас наверное огорчу Сказать что у вас не мягкость У вас скорее Страх Обидеть человека Страх Матерять человека А это Судя неуверенность в себе Знаете Мягкость Это когда человек знает Свои Там Интересы Мягкость Это когда человек знает Чего он хочет Мягкость Это когда человек делает то что он хочет Но Ради другого Готов Ради другого Готов Чуть Чуть Немножечко С тобой пожертвовать Вот Немножечко Вы же Наступив на Одни Грабли Я имею ввиду Когда У вас Ну Когда У вашей Подруги И у вас Да Был отпуск Значит Вы Его Испортили Взяв с собой Другую Другую Подругу О которой Вы говорите И Соответственно Теперь Вы вновь По сути дела Наступаете На Происк Восторжение Вы Уже Отдали И Как Б Покупаетесь На то что она становится Доброй Заботливой И Ласковой Только тогда, когда ей что-то от вас нужно То есть вы позволяете человеку себя использовать Заникает вопрос А почему вы позволяете человеку себя использовать? Что вами движет в этом контексте? Ну, боитесь ли вы остаться одна без подруги, например? Боитесь ли вы критики в свой адрес? Может быть вы боитесь брать ответственность на себя, на свою жизнь? Ну, потому что вот когда вы не можете принять решение Когда вы не можете сказать твердое нет И подчиняетесь воле другому человеку Это по сути вы как бы перекладываете ответственность за свою жизнь на него То есть он определяет то, как вы, например, будете Жить, как вы будете проводить отпуск и так далее И так далее Он будет решать и определять Как вы проведете свой отпуск Но это все равно, как если бы вы собрались проводить отпуск За приличную сумму денег А я бы, например, вам сказал бы, да, что давайте вы будете проводить отпуск так, как я вам говорю Ну и, по сути дела, получится совершенно ужасная ситуация То же самое и здесь То же самое и здесь Вам нужно учиться брать на себя ответственность За себя, за свою жизнь Учиться за все свои интересы И лучше А правды здесь В этой Ничего нет Понимаете, ваша подруга, она нуждается в вас Ваша подруга, она нуждается в вас Вы нужны За ваш счет, она самовутверждается и реализуется За ваш счет, она чувствует себя лучше Ваша подруга нуждается в вас Она никуда не денется Она не уйдет от вас, если вы скажете ей, что вы не хотите ехать с ней в отпуск Ваша подруга никуда не уйдет Еще раз вам повторяю Поэтому не нужно бояться говорить ей правду Если вы не хотите ехать с ней так И скажите, что прости Мы не хотим поехать с другой подругой И мы не хотим побыть там только вдвоем Например, потому что моей подруге нужно обсудить какие-то очень интимные и важные вещи Вот, и все Она попросила меня, например, чтобы мы поехали только с ней И я согласилась, потому что хочу с ней побыть только с ней Прости А в цели сюда, например, мы поедем с тобой Вот так То есть Нет правильных слов Чтобы Выразить нежелание Что-то делать с другим человеком Правильных слов нет Какие бы слова вы не подобрали А если вы напишите какие-то слова Которые Не являются вашими То подруга это почувствуют Она почувствуют, что это не ваши слова Поймете, что это не то, что вы думаете И будет все еще хуже Из-за этого Знаете, в чем дело? Уважаемый клиент Я бы хотел, чтобы вы постарались Подумайте, что заставляет вас не нести ответственность за свою жизнь Что заставляет вас терпеть то, что ответственность за нее, за вашу жизнь Несет какой-то другой человек И берет ее какой-то тоже другой человек Вот что вас заставляет это делать Что вас заставляет Какие ваши внутренние личностные и характерологические особенности Обеспечивают эту реальность Это первое И самое главное С чем вам нужно работать Не с тем, что говорить подруге Не с тем, как ей донести Вот эту вот вашу Там мысль, вашу идею И так далее, и так далее А именно с этим Чтобы вы умели защищать свои интересы Чтобы вы умели отстаивать свою точку зрения Чтобы вы умели сказать человеку нет И вот что вам мешает это сделать Вот то, что вам мешает это сделать Является предметом обсуждения с психологом Понимаете? Ну, а отвечая на ваш вопрос Я бы хотел, чтобы вы постарались Чтобы вы постарались Своей подруге сказать Браво Просто браво Скажите ей, как есть Что вот то, чего вы хотите То ей и скажите Четко, четко, лаконично Понимаете? Ваша подруга Она сама виновата Как бы в том, что Ну Так получила Она несет ответственность Так дайте ей прочувствовать эту ответственность Научите и подругу тоже Нести ответственность За то, что она делает Может быть, она даже не осознает того Что Вот как раз Ну Может быть, она даже не осознает того, что Она поступает неверно Так Помогите ей Помогите ей прочувствовать это все Дайте ей вот эту возможность Возможность прочувствовать подобные аспекты Сами Себя научите И ей помогите Вот это и будет Самая грамотная Позиция И самый правильный ответ На ваш Вопрос На этом все Надеюсь, что Помог вам Если у вас Остались какие-то Дополнительные Ко мне вопросы Буду рад помочь Пишите в личку Если Понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам Всего Самого доброго И удачи